ДАВОЗ, РАМШТАЙН, ВСТРЕЧИ и ОБЕЩАНИЯ Швейцария, Давос. Форум хоть и экономический, но на нем решаются вопросы разные. В этом году он пройдет без России, и это логично. Но логично не из-за русофобии, а из-за того, что те, кто плюет на правила, кому все равно на международные договоренности, не должен принимать участие в их обсуждении. Сотрудничество в разделенном мире. Такая тема встречи в этом году. Ну, то есть, как жить в мире фрагментированном? Ну, встретились, да, поговорили и что. Бюджет всей этой организации 300 миллионов швейцарских франков. Обычно около 3000 гостей приезжают на форум из 110 стран. На нем выступают политики, президенты, главы компаний, Трамп, Грета Тумберг и все, чье мнение хоть как-то может повлиять на мир. А попасть на форум может почти каждый желающий. Ну, все тоже не так просто. К примеру, руководители компаний, чтобы туда попасть, должны заплатить 25 тысяч швейцарских франков. Взносы компаний-участников Всемирного экономического форума колеблются от 60 до 600 тысяч франков в год. Охраняет всю встречу швейцарская армия, которая каждый год отправляет около 5000 военнослужащих на это мероприятие, и обходится все это бюджету в 32 миллиона швейцарских франков. Есть еще мелкие расходы на безопасность, ну, дополнительно до 9 миллионов швейцарских франков примерно. Ну, это пустяки, правда? Скорее, это повод просто встретиться неформально, договориться, обменяться идеями. Ничего не решается официально, никаких важных заявлений, обязательных, а реального влияния на мировые процессы мало, скорее косвенное. Просто обсуждение экономики, климата, развития мира и так далее. Но так было до этого года. В этом году все намного серьезнее. Смотрите, Давос – это место, где встречается большой бизнес. Это не место межправительственных встреч. Это место, где бизнес – большой бизнес. Где независимые эксперты, где политики обсуждают те проблемы, с которыми встречается человечество в данный конкретный момент. Давос – это место, где крупные компании определяют стратегию своей инвестиционной деятельности. Давос – это место обсуждения общечеловеческих ценностей. Давос важен как место неформальных встреч. В этот момент очень важно поднять тематику, которая интересует конкретную страну, найти место этой тематики в тех проблемах, которые обсуждаются на этих встречах. Сформировать позицию крупнейших инвесторов мира по поводу тех проблем, которые вас волнуют. Многие вопросы решаются до официальных встреч, в процессе созвонов, переписок и тому подобного. Все процессы прорабатываются до, но на подобных форумах, где решений принимать не нужно, взвешиваются мнения, озвучиваются предположения и, может быть, рождаются новые форматы. Он принципиально отличается от прошлогоднего тем, что впервые таким образом и так серьезно в качестве одного из наибольших вызовов цивилизованному человечеству сегодня звучит Украина и российская агрессия в Украине. В этом году в Давос не приехали русские, их никто не ждал. В этом году в Давос не приехали китайцы. Но в этом году приехала достаточно большая команда американского бизнеса. Очень много представителей Ближнего Востока. В Давосе много европейских политиков, европейских бизнесменов. В Давосе много латиноамериканцев в этом году. Африка хорошо представлена. Поэтому довоз в этом году это место обсуждения, конечно, не только вопросов Украины. Заявлений много, все разные, все про разные и от людей, ну тоже разных. Но в этом году вся встреча превратилась фактически в форум поддержки Украины. Много разговоров было про вооружение. Про танки для Украины отдельная, огромная тема. Чтобы все это обговорить, президент Польши предложил собрать отдельную коалицию стран. Совсем новую, не под чьей гидой, не в рамках НАТО или ЕС, а просто стран-друзей, неравнодушных к войне. Мы собираем эту коалицию, это сообщество стран, которое, я надеюсь, передаст Украине танки, Леопард. Здесь мы также рассчитываем на наших финских партнеров, у которых тоже есть эти танки. Есть ряд европейских стран, которые имеют в своем ресурсе эти танки, и я надеюсь, что союзники отдадут несколько своих танков, благодаря чему, я полагаю, можно будет сформировать хотя бы бронетанковую бригаду для Украины. Конечно, мы также рассчитываем на участие Федеративной Республики Германии, но этот процесс, вероятно, займет некоторое время. Конечно, Германия тоже должна согласиться потому, что так обычно оформляются контракты на закупку немецких танков, но процесс еще продолжается. И про наступление, про то, будут ли атаки со стороны Беларуси, там, кстати, начались авиаучения, еще какое-то боевое слаживание подразделений российских, белорусских сил, в общем, будет ли наступление, тоже говорили. Этот режим, Лукашенко не уверен в своем народе, он даже не уверен, что если он введет белорусские войска или армию вместе с российской армией в Украину, то белорусский народ не переметнется на другую сторону, не спрячется, не предаст его. Вот почему этот статус-кво удобен для Лукашенко и удобен для Путина. Сомневаюсь, что возможен удар с суши, но ракеты могут быть запущены с территории Беларуси в любой момент. Путин также знает, что белорусский народ против Лукашенко, и это возможное участие белорусских войск может привести к непредсказуемым последствиям. Из-за отсутствия России иногда даже складывается впечатление, что ее нет в принципе. И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и про что говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется там, телевизионщики меня поймут, на Хромакее, и где-то он появляется. Я не совсем понимаю, кто это. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, и он ли принимает решение, или кто там принимает решение. Что за круг лиц? Встреча в Давосе стала своего рода переходным или подготовительным пунктом к встрече в Рамштайне. Если Всемирный экономический форум проводится с 1971 года, то первая встреча на американской авиабазе в немецком Рамштайне прошла 26 апреля 2022-го, и посвящена она только российской агрессии. В 22-м году было несколько встреч. Встречаются там министры и главы оборонных ведомств. Более 40 стран на нее приехали, и результатом каждой из таких встреч есть решение о передаче Украине вооружения. Как правило, инициатором подобных встреч выступает Соединенные Штаты Америки. Они же являются и застрельщиком, и главным идеологом той помощи, которая идет Украине. Причем они же являются и достаточно серьезными ускорителями принятия европейцами решений по поводу этой помощи. Если Давос – это разговор о проблемах мира, то Рамштайн – это разговор о военно-технических проблемах Украины. Поэтому, естественно, главным инициатором, главным застрельщиком и тем, кто формирует, скажем так, идеологию встречи, являются американцы после предварительных договоренностей с украинскими военно-политическими кругами. Перед этой встречей в Рамштайне, первое в 2023 году, представители уже сделали заявление. «Мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки «Леопард-2». Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции». Из того оружия, что еще не давали Украине, осталось самое мощное. Россия этого, видимо, боится и, видимо, знает, что и Соединенные Штаты, и другие страны готовы давать танки, ПВО «Патриот» и другие полезные штуки, которые могут переломить историю путинской войны. Боятся, знают и пытаются предостеречь своеобразную. Завтра на натовской базе «Рамштайн» великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию. А также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где неразвитые политические тусовщики как мантру повторяли, чтобы добиться мира, Россия должна проиграть. Кроме того, накануне встречи россияне начали подавать военные сигналы, типа взлетали истребители, бомбардировщики, с ракетами «Кинжал», допустим, на борту, после которых по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Все это вместе с учениями и внезапным проведением боевой слаженности так называемых союзных подразделений РФ и Беларуси, все это попытки показать, что западным странам не стоит давать боевое оружие Украине, а то Россия им, этим странам, ну точно что-то сделает. Что сделает? Неясно. Может ударить ядерными ракетами, хотя, конечно, нет. Вряд ли страны, чьи представители съехались в Рамштайн, чтобы решить, каким оружием дальше побеждать Россию, сколько-нибудь сильно ее боятся. Когда мы говорим о Рамштайне, мы говорим о том, что, как правило, встреча идет, это как бы окончательный, окончательная подпись тех документов, которые были согласованы до. На этой встрече идут объявления конечных результатов переговоров. На этих встречах в Рамштайне озвучиваются объемы и термины помощи, которая будет приходить Украине. Множество международных встреч, на которые приезжают топ-политики и люди, которые могут изменить мир. Представители разных стран и компаний, которые решают разные вопросы. Но когда возвращаются домой, собирают все эти вопросы в государственные программы. Это означает, что любые такие встречи важны. Все решения, принятые или мнения, озвученные, составляют общую картину нового мира. Зачем нужно 500 раз летать из Давоса в Рамштайн, оттуда в Женеву или Вашингтон? И кому и что может принести такие встречи? Я надеюсь, стало понятней. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok